Продолжение следует... 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 Как вы думаете? Винковый телефон, а не за... А, телефон в акции. З дефектами. Так, группа, яка... И что стало на самом деле? Расскажите. Слушаем уважно. Подрабленный значный недолик товара, который у вас мали попередить. Что-то того, как у СРВБ вчера. Вам мали пояснити, что акции, яка проводить манцет, связана с фактом наявности цих подрабель. И если бы такая акция не проводила, вы бы мали право вимогать снижение цени. Можливо, вам удалось домухтися даже больше знижение. Оно сегодня сталося. З іншого боку, ви маєте право на отримание повною достоверной информацией про товара, что до того, как его вам продали. Продавец не звернув вашу увагу на эти потребности. Можете сказать, что он их прахнул. Поэтому вы можете вернуть гроши или сделать ремонтную информацию. Что же нужно делать в такой ситуации? Для начала нужно перечитать соответственно документацию на телефон. Переверите товарный чек. Первое, на что следит вы можете вернуть увагу, че не вказан в этой документации факт наявности подряда. Прочитайте уважно особливо те, что написано дрібным шрифтом, або виглядая как прописан. Також переверите, че не вказано в этой документации, что акційный товар не подходит и повернуть. Если подобные записи есть, и в этом документе стоит ваш подпись, это означает, что вы начебто знали про это и согласились с условиями магазина. Если таких записей нет, нужно вернуться к магазину с чеком по телефону и документу, что посвящает вашу услугу. Ваши думки? Вы купили сверти за малого размера. За малого размера. И что осталось? Нет, один рукав короткий за другой. Насправді, короткий, просто за маленький, так? Они хотели вернуть пинжак, показали все чеки, и им вернули крошки. Понимаю. Добре, они угадали? Давайте, послушаем, что произошло на самом деле и как из этого нужно выходить из этой ситуации. В магазине прислали сверти за малого размера. Покупец выбирал сверти на свою сестру. Проте, когда они пришли домой померять сверти, он выявил за забородок. В таком разе купец прийшел в магазин и первое поменял сверти. Он предъявил все свои документы, которые включили особу и чек на сверти и сам сверти. В таком разе продавец должен поменять ему сверти на иначе сверти. А если нет или другого или другого или другого и как ты уже все рассказывал, молодец! АПЛОДСКУМЕНТЫ